Девятый Всероссийский форум вопроса неотложной кардиологии 2016 проходил с 23 по 25 ноября в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе. В его организации участвовали также Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и общество специалистов по неотложной кардиологии. Форум был посвящен современным аспектам неотложной кардиологии, профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в России и за рубежом, повышению качества оказания медицинской помощи больных кардиологического профиля при неотложных жизнеугрожающих состояниях, в числе которых проблемы, которые редко поднимаются на других мероприятиях по кардиологии. Это острый коронарный синдром, сложные нарушения ритма, гипертонические кризды, острая а нехроническая сердечная недостаточность, вопросы ургентной терапии. Я думаю, что и высокий уровень выступающих, и необычность, редкость представленных докладов, все это делает наше мероприятие таким востребованным. Если говорить о том, что мы обсуждали больше в этом году, это, конечно, итоги года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и то, как мы лечим больных с коронарным синдромом, как мы лечим больных с сердечной недостаточностью, как мы купируем гипертонические кризы. И, конечно, вопросы лекарственной терапии и немедикаментозного лечения данной категории пациентов также являются в фокусе интереса сегодняшнего собрания. Одна из целей форума – повышение уровня знаний практикующих врачей, занимающихся лечением больных с неотложной кардиологической патологией. То, с каким интересом они слушают выступления докладчиков, как они живо интересуются всеми проблемами, говорят о том, что действительно мы попали в струю, и наш форум как раз освещает очень насущные проблемы современной кардиологии и неотложной кардиологии в частности. Важной частью программы форума было обсуждение рекомендаций по острой сердечной недостаточности. А это является консенсусом многих обществ, которые входят и в общество неотложной кардиологии, и общество специалистов скорой помощи, и специалистов по сердечной недостаточности, ренематологов, нефрологов, и Федерации лабораторной диагностики. Вот такой вот консенсус нам позволил создать новые рекомендации, это отдельные рекомендации по острой сердечной недостаточности, которые касаются всех врачей, всех специальностей. Они готовы, они в ближайшее время будут опубликованы на сайтах, будут в широкой печати, будут опубликованы, и мы готовим уже эти рекомендации для Министерства здравоохранения Российской Федерации. По мнению профессора Терещенко, неотложная кардиология – это один из тех разделов, где врачи наиболее подготовлены. На сегодняшний день мы видим позитивные результаты, которые приводят к снижению летальности. Также врачи, которые занимаются неотложной кардиологией, они более, как сказать, заинтересованы, больше следят, если так можно сказать, за последними достижениями и внедряют эти достижения, потому что от их действий зависит непосредственная жизнь. Вот в данную минуту, сегодня, сейчас зависит жизнь конкретного больного. Если не будут внедряться современные методы лечения, то, к сожалению, мы будем терять наших больных. В рамках форума состоялось заседание профильной комиссии по кардиологии Минздрава, посвященное результатам реализации программы по снижению смертности от ишемической болезни сердца в субъектах Федерации за период с января по сентябрь 2016 года, а также подходам к улучшению организации помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.